Продолжение следует... Это был последний договор между СССР и США в истории Холодной войны. Неприятной особенностью договора стал факт вывода американской стороной из-под сокращения своих крылатых ракет морского базирования, в том числе и с ядерными боеголовками. И они на фронт посадили наибольшее количество ракет, и на подводные, и на надводные, и начали уничтожать наши ракеты наземного базирования. Чтобы склонить правительство США к изменению своей позиции, советское военное руководство провело беспрецедентную операцию под интригующим шифром «Бегемот-2». 8 августа из глубин Баренцева моря в ночное небо вырвались одна за другой 16 стратегических ракет. Впервые в мире с порта атомного подводного крейсера был выполнен ракетный залп полным боекомплектом. Нам поставили достаточно прямые задачи. Не просто все 16 макетов должны стартовать, и лодка должна остаться, но еще и две должны слетать и прибыть на боевое поле. И эта задача была успешно решена. Уникальная стрельба советской подлодки «Новомосковская» произвела на руководство Белого дома сильные впечатления. В результате СССР и США сняли с боевого дежурства не только ядерные ракеты старых типов, но и крылатые ракеты морского базирования. Но продолжить переговорный процесс в связи с распадом Советского Союза не удалось. Баллистические ракеты, установленные на российских подводных крейсерах, продолжают служить гарантом безопасности страны. Мало кто знает, что история морских ракет берет свое начало с 18 века. В 1724 году русский крестьянин Ефим Никонов построил первое в мире потаенное судно, ставшее прообразом современных подводных лодок. Изобретатель предлагал царю Петру I вооружить его десятью огненными трубами или пороховыми ракетами. Сегодня уже более половины стратегических ядерных сил России составляют морские баллистические ракеты, размещенные на атомных подводных крейсерах. В любую минуту они готовы нанести удар из глубин мирового океана, в том числе из-подо льда. Только узкий круг специалистов знает, что все они созданы в конструкторском бюро, носящем имя выдающегося ученого Виктора Петровича Макеева. О знаменитом сподвижнике Сергея Королева, уникальном ракетном оружии, выкованном на Урале, и его носителях, гигантских подводных лодках, впервые расскажет наш фильм сегодня. Оружие «Титана». В августе 1945 года Соединенные Штаты Америки подвергли атомным бомбардировкам японские города Хиросиму и Нагаса. Их жертвами стали более 270 тысяч мирных жителей. Одной из целей взрывов был ядерный шантаж СССР. В это время в Советском Союзе атомная бомба только создавалась. Параллельно велись работы над носителями для ядерного оружия. Его нужно было, так сказать, уметь донести до противника. Поэтому огромное значение придавалось подводным лодкам, которая должна была подойти на расстояние досягаемости, так называемой, до цели, ну и поразить цель. Интересно, что родоначальником морской, как и космической, ракетной программы был Сергей Королев. Он реализовал идею вынесения стартовых позиций для ракет в океан. В декабре 1947-го в городе Златоуст было создано СКБ-385. Всего 7 лет понадобилось Советскому Союзу, чтобы первым в мире совершить пуск баллистической ракеты с борта подводной лодки. 16 сентября 1955-го года стало днем рождения не только морских, но и всех стратегических сил страны. СССР почти на 5 лет опередил США. Только в апреле 1959-го американцы успешно запустили с атомохода первую твердотопливную ракету «Палайс». Советские конструкторы использовали жидкое, более эффективное и дешевое, но одновременно токсичное топливо. Это создавало дополнительные трудности. Первые старты выявили большие проблемы. Нужно было обезопасить экипаж от случайного взрыва ракеты, обеспечить ее запуск в условиях качки и при этом точно определить координаты цели. Осознавая все сложности и предвидя огромное будущее атомного подводного флота, Королев настоял на специализации Уральского СКБ на морской тематике. В свое время от Королева отделились несколько направлений. Виктор Петрович Макеев, который уехал как ученик Королева на Урал, здесь вот было образовано КБ по созданию морских баллистических ракет. В начале 60-х в военно-морском флоте СССР насчитывалось уже 37 подлодок с баллистическими ракетами, две трети из которых были дизельными. ВМС США построили всего 10 подводных атомоходов с комплексом «Поларис». Но каждый из них нес не по 3, а по 16 дальнопойных ракет. Поэтому американские субмарины превосходили советские ракетоносцы по суммарному залпу и дальности стрельбы. Согласно доктрине массированного возмездия, Пентагон был готов использовать в неограниченной войне против СССР 5000 ядерных боеприпасов. Советский Союз располагал лишь тремя сотнями. Для повышения боевой мощи его вооруженным силам требовались новые ударные средства. Поэтому параллельно созданием морских баллистических ракет КБ Виктора Макеева было привлечено к разработке и передвижного сухопутного ракетного комплекса. Но его ракета Р-17 упорно не хотела летать. Она дважды едва не падала на головы своих создателей. Когда ракета взорвала прямо на выходе из шахты и практически упала и повесила на стенде. Но уральцы сумели довести ракеты Р-17 до серийного производства. 7 ноября 1961 года их впервые продемонстрировали на военном параде в Москве. Позже комплекс назвали «СКАДом». И он получил такое же мировое признание, как «МИГи» или «Автоматы Калашникова». Работа над Р-17 показала Макееву, что создание опытно-экспериментальной базы в городе Миас, куда к этому времени переместилось его конструкторское бюро, уменьшит сроки и стоимость. А главное обезопасит производство. Виктор Макеев создал стенд для вакуумно-динамических испытаний ракет, который представляет собой полушахту глубиной с 14-этажный дом. Это более 70 метров. В ее чреве создается вакуум, как на высоте полета в 100 километров. Здесь многотонная ракета свободно падает и 3 секунды находится в невесомости. Есть в Миасе гидродинамические трубы, в которых исследуют движение ракеты на подводном участке траектории и даже бассейн, где имитируется старт на разных глубинах и скоростях. Все это позволяет выходить на летные испытания без риска для жизни людей и потери дорогостоящей техники. Характерно, что в 60-е годы строительство производственной базы в Миасе шло одновременно с развитием социальных объектов. Так, например, монтаж вертолетами вакуумно-динамического стенда предприятия был совмещен с установкой городской телегушки. Это было огромным достижением, так как в те годы местным телевидением не могли похвастаться даже крупные города. По улицам Миаса пошли троллейбусы, а вдоль дорог росли прекрасные липовые олени. За последнее десятилетие 108 миллионов человек, почти половина населения нашей страны, справили новоселье. Вот почему по числу ежегодно строящихся квартир Советский Союз сейчас оставил далеко позади самые развитые капиталистические государства. Первой самостоятельной работой КБ Виктора Макеева по морской тематике стала баллистическая ракета Р-13. Она была принята на вооружение в 1961 году и имела надпотный станк. Дальность стрельбы составляла 600 километров. За ее создание Виктор Макеев был награжден золотой звездой Героя социалистического труда. Сначала Р-13 поступила на вооружение дизельных подлодок, хотя предназначалась для оснащения атомных ракетоносцев проекта 658. Атомоходы обладали преимуществом, неограниченной дальностью и автономностью плавания. Над их созданием работал тогда еще начинающий конструктор ленинградского КБ Рубин Сергей Ковалев. Ему первому предстояло разместить стартовые шахты баллистических ракет рядом с ядерной установкой корабля. Несмотря на то, что установка была испытана на стенде, начались большие неприятности. Для парогенераторов нержавеющая сталь имела склонность к так называемому межкристалитному растрескиванию. Первой ракетной подлодкой с атомным реактором стала К-19. 4 июля 1961 года в Северной Атлантике на ней произошла тяжелейшая авария. Этим трагическим событием посвятили свой фильм американские кинематографисты. Сварка дала течь. Температура ядра 450 градусов. Почини его. Для этого ты здесь. Ты понял? Вадим! Не вижу. Ничего не вижу. Вадим! Я простил! После аварии советскому атомоходу удалось всплыть. Тем не менее, от поражения радиации погибли 8 подводников. Удивительно, что в аварийной ситуации ракетный комплекс на самовоспламеняющихся компонентах топлива выдержал и даже сохранил боеспособность. Первым к месту аварии подоспел американский корабль. Стало очевидным, что вероятный противник постоянно следит за советскими лодками. И в случае войны надводный старт ракет может быть сорван. Этот факт заставил уральских конструкторов ускорить создание комплексов, способных стрелять из-под воды. Были и другие причины. Совершенно секретно. 20 июля 1961 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Родиону Малиновскому. Президент США Джон Кеннеди одобрил строительство 10 подводных лодок типа Джеймс Мэдисон. Вооружение 16 ракет Поларис А3 с моноблочной термоядерной головной частью, мощность которых 1 мегатонна, дальность стрельбы 4600 километров. Это создаст угрозу нанесения ядерного удара по советским территориям вплоть до Волги и Урала. Главнокомандующий военно-морским флотом СССР адмирал флота Советского Союза Сергей Горшков. Ответом на возросшую угрозу со стороны американских военно-морских сил стала первой в мире стрельба боевой ракетой Р-13 с дизельной подводной лодки К-102 по полигону на Новой Земле. В октябре 61-го ее термоядерный взрыв зафиксировали разведки стран НАТО. Он оказался в 170 раз мощнее, чем в Херосиме. Уже через 2 часа об этом сообщила радиостанция «Голос Америка». А вот о ракетном пуске 24 февраля 1962-го года с аналогичной лодки К-142 на Западе узнали лишь спустя годы. Это был первый долгожданный старт из-под воды новой ракеты Виктора Макеева. Ракета Р-21 комплекс Д-4. И это был первый комплекс на вооружение в качестве подводного старта лодки. Потом ее поставили этот комплекс и на атомную лодку подводную что-то всякого проекта. Ракета Р-21 завершила собой разработку первого поколения морских баллистических ракет. Они могли поражать цели на расстоянии до полутора тысяч километров, в то время как американские поларисы могли лететь в полтора раза дальше. На этих рассекреченных кадрах вы впервые видите испытания ракеты Р-21 на Северном ходе. Как и Королев Виктор Макеев отлично понимал что такое научная школа. В начале 60-х его лекции в Челябинском политехническом институте определили судьбы многих молодых специалистов. Среди них оказался и Владимир Дегтярь. Он с отличием окончил вуз и осознанно выбрал место будущей профессии КБ машиностроения. Выбрал МИАС. Потому как морская тематика меня с тех пор увлекла. Я до сих пор этим делом с удовольствием занимаюсь. В 1964 году 10 американских подводных ракетоносцев с модернизированными ракетами Поварис начали патрулирование вокруг СССР. Но КБ Макеев уже работало над созданием новой ракеты второго поколения Р-27. Это первая ракета, которая вобрала в себя такие ноу-хау того времени как алюминий магний сплав вафельная конструкция пусковая установка резинометаллическая ну и конечно самое яркое решение техническое это ракетный двигатель утопленный в баке горючего. Для новой ракеты в КБ Рубин под руководством Сергея Ковалева спроектировали первый отечественный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 667 А 11 сентября 1966 года головной корабль Ленинец был спущен на воду. Известно, что в НАТО каждой серии советских кораблей присваивали позывной из международного свода сигнала. По иронии судьбы подводный ракетоносец 667 проекта разведская США стала именовать буквой УАЙ. С этой буквы начинается слово Янки. Именно так во всем мире называют американцы. Лодка несла 16 баллистических ракет Р-27 конструктора Виктора Макеева, которые могли наносить удары по территории вероятного противника из середины Атлантического или Тихого океана. Тогда еще никто не предполагал, что появление Янки окажет на Америку такое сильное военно-стратегическое давление, что ее руководство впервые запросит перемирие в холодной войне. В 1967 году по предложению США начались консультации с Советским Союзом о заключении договора по сокращению стратегических вооружений. Советские подводные крейсеры по вооружению разительно отличались от американских субмарин. Компоненты топлива заправлялись в ракеты или ампулизировались еще на заводе и поэтому не требовали замены в течение всего срока службы. Запуск выполнялся из шахты заполненной водой. После старта каждой ракеты подлодку подбрасывало почти на 10 метров. Поэтому конструкторам пришлось разработать систему ее удержания на заданной глубине. Решение этой проблемы повысило безопасность экипажа. Но шумность и длительность подготовки к ракетному старту давали американским подводникам шанс нанести удар первыми. 25-30 минут это уже потеря скрытности. И вот первая стрельба проведилась в 8-ракетный зал на АК-140 командир капитан второго ранга Бекетов 16-го текабря 69-го года выпустили все удержав подводную лодку на стартовой глубине с минимальным интервалом 8 секунд. А в залпе все 8 ракет. Я благодарен матушкину Льву Алексеевичу он сказал Юра спокойно. Вот я дал ход увеличил ход турбинами а она вышла в коридор ну там немножко такой рвочек был вот она вышла в коридор и мы выполнили там все заорали. Потребность в группировке подлодок с ракетами Р-27 была настолько велика что их постройку в конце 60-х годов кроме Севера Пинска развернули еще и в Комсомольске на Амуре. Командиром первого стратегического крейсера Тихоокеанского флота стал капитан второго ранга Андрей Катышев. Но в 1970-м году в первом же походе к берегам США в момент оставления стартовой позиции его выследила американская субмарина. Маневрирование с целью отрыва от нее результатов не дало. И тогда Катышев увеличил ход до самого полного. Несмотря на возросшую шумность советского атомохода, выдержать такую гонку командир американской подлодки не смог. Тихий океан, ничего нет, никаких опасностей нет. Я так иду часов восемь, уже часов восемь. Потом даю самый малый ход и чувствую, через пять минут над нами промчалась эта подводная лодка и ушла, 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 ушла куда-то вперед. На разборе похода командование флота упрекнуло Андрея Катышева в потере скрытности. Но заместитель главкома ВМФ Георгий Егоров одобрил его действия и приказал, чтобы впредь ракетоносцы не находились в строго ограниченных районах, а постоянно маневрировали на маршрутах боевого патрулирования. Подводники успешно осваивали тактику применения жидкотопливного оружия. Однако в ЦК партии засомневались в правильности пути избранного конструктора. Тогда в ракетные войска стратегического назначения уже поступила первая твердотопливная ракета. И в 1971 году руководитель ленинградского ЦКБ 7 Арсенал Петр Тюрин взялся разработать для флота аналогичное изделие Р-31. Его испытания подтвердили возможность заметного сокращения времени предстартовой подготовки. Он позволял осуществлять пуск не заполняя шахты водой, а двигатель ракеты запускался только в воздухе примерно над водой 15-20 метров. Стоя в базе я нес дежурство и под прицелом была вся Европа. А Соединенные Штаты Америки под прицелом находились с проходом датского пролива. Уральские конструкторы к этому времени сумели создать новую ракету на жидком топливе Р-29. Дальность ее стрельбы в два раза превзошла показатели ленинградского аналога и в полтора раза новейшей американской ракеты Посейдон. Но на Посейдоне были установлены сразу 10 разделяющихся боеголовок, что существенно увеличивало площадь поражения. Тем не менее, советские конструкторы сделали большой шаг вперед при создании Р-29. Она впервые получила уникальную систему наведения, которая улучшила точность в три раза и позволила морским ракетам по этой характеристике сравняться с ракетами наземного базирования. Современные морские баллистические ракеты оснащены системой управления бортовой, включающей в себя аппаратуру как астрокоррекции по информации от естественных светил, так и аппаратуру радиокоррекции, обеспечивающей информацию по искусственным спутникам Земли, системы нафстар и легло нас. Ракета также получила и новый двигатель. Там был двигатель не только в топливе, а двигатель второй ступени уже был в выкислителе размещен, но она уже была двухступенчатая, имела дальность 8000. Она уже заметно превзошла ракету «Посейдон», которая имела в то время дальность 5600 километров. Для ракет, дальность полета которых позволяла стрелять не только из моря, но и с мест базирования, были созданы подлодки новых серий 667 «Буки» и «БД». Шестикратное отставание от Америки по числу ядерных боеголовок Советский Союз ликвидировал благодаря атомоходам с дальнобойными баллистическими ракетами. К середине 70-х их стало уже 55, и СССР наконец-то перегнал США. Впервые отпала необходимость форсировать мощнейшие противолодочные рубежи американских ВМС. Многомиллиардные затраты Пентагона на оборудование океанского дна системой гидроакустического наблюдения СОСУС оказались напрасными. Чтобы повысить скрытность нанесения ракетных ударов, советские подводники начали осваивать всплытия и пуски в арктических льдах. Первой это смогла сделать лодка К-447 под руководством контр-адмирала Эдуарда Баузера. В северной части Баренцево моря она взломала лед своим корпусом и произвела ракетные старты. После всех многочисленных пусков практических ракет понял, что мы можем делать все лучше, чем американские подводники. В 1974 году за создание ракеты Р-29 Виктор Макеев получил вторую золотую звезду героя социалистического труда. А вскоре и звание академика. К этому времени СССР достиг стратегического паритета с Америкой. А в Миасе развернулись работы над ракетой третьего поколения, которая должна была опередить разработки американцев по числу разделяющихся ядерных боеголов. Такой ракетой стала Р-29Р, которая впервые оснащалась блоками индивидуального наведения. Никсон пошел на переговоры только потому, что у нас появились такие корабли и такие ракеты. И я хочу сказать, что бюро Макеева унесло огромнейший вклад в создание вот этого паритета. Создание ракет в СССР всегда было совершенно секретным. Виктора Макеева, как и ранее Сергея Королева, знал только узкий круг специалистов. Американская разведка приписывала создание морских ракетных систем Московскому Институту Теплотехники. В самом же Миасе о море напоминало только необычное название гостиницы «Нептун». Она появилась благодаря генеральному конструктору. Виктор Петрович поддержал почин капсомольцев и отстоял их конкурсную работу перед органами КГБ. Идеи и планы партии капсомольцы считают своим кровным делом и в их осуществление вкладывают труд, знания и молодой заторг. В 1977 году Виктор Макеев добился присуждения премии ленинского капсомола группе засекреченных молодых конструкторов. Среди лауреатов был и Владимир Дегтярь, позже ставший руководителем КБ. Совершенно секретно. 12 декабря 1977 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову. Американской фирмой Lockheed Missiles and Space развернуто производство ракетного комплекса Trident-1 для атомоходов типа Огарьи. Каждая подлодка будет способна нести 24 ракеты, которые смогут поражать 192 цели на дальности около 7400 километров. Начальник главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, генерал армии Петр и Вашутин. Это был новый виток в гонке морских ракетных вооружений. Ликвидировать отставание от Америки Виктор Макеев предложил созданием новых более эффективных жидкотопливных ракет. Однако министр обороны Дмитрий Устинов, в свое время назначивший Макеева главным конструктором, был с ним не согласен. Это требование было, собственно говоря, от Дмитрия Федоровича Устинова. Он был вот такой сторонник твердотопного направления. Виктор Макеев представлял, каких затрат потребует переход на новый вид топлива. В погоне за сохранение паритета США предстояло преодолеть технологический разрыв полтора десятилетия. Речь шла о перестройке целых отраслей промышленности. Однако переубедить Устинова Макеев не смог. ИКБ приступило к выполнению поставленной задачи. Дело осложнялось тем, что конструкторское бюро свои тактики не занималось твердотопливными ракетами. Тяжелейшие испытания проходили на плавстенде из борта экспериментальной дизельной подлодки. Затем последовали пуски ракет с наземного стенда. Четверть из них оказались неудачными. Вы впервые видите уникальные кадры рассекреченного кинофильма об испытаниях ракеты Р-39. При пусках ракеты из надводного положения оценивалось максимальное силовое и тепловое воздействие на элементы конструкции ракетоносца и на ракету находящуюся в соседней шахте. Венцом испытаний стали стрельбы с тяжелого атомного ракетного крейсера типа «Тайфун», для которого и создавалась новая ракета. Эта самая большая подлодка в мире занесена в книгу рекордов Гиннеса. Ее длина 170 метров или полтора футбольных поля. Высота с восьмиэтажный дом, а каждый атомный реактор величиной с автобус. Между двумя прочными корпусами субмарины размещены 20 шахт для ракет Р-39. Каждая из них должна была иметь 10 разделяющихся боеголовок. Это была невероятно тяжелая работа для всего коллектива и для отца она была особенно тяжелая. В 1981 году на 20 часов съезда КПСС глава страны Леонид Брежнев впервые объявил о принятии на вооружение системы Тайфун. Уральцы смогли создать твердотопливный комплекс, который стал достойным ответом американскому аналогу. И хотя он получился большим по весу, по дальности стрельбы он превзошел Трайден почти на тысячу километров. Принципиальным новшеством была амортизационная ракетно-стартовая система. Каждая из ракет по внешнему виду напоминала гриб, опирающийся своей шляпкой на края шахты и своим весом герметизировавший ее. Р-39 стартовала из сухой шахты, а затем двигалась под защитой газовой вороты. Над морем трехступенчатая ракета уводилась в сторону от лодки, где с нее сбрасывался обтекатель. При стрельбе на максимальную дальность боевые блоки разводились с отклонением от цели всего на 500 метров. Подводная лодка этого проекта в случае войны могла поразить надежнейшим образом 200 целей. Одна 200 целей. Но эксплуатация больших субмарин и тяжелых ракет была крайне сложной. Только в 1983 году первая лодка типа «Тайфун» смогла выйти на боевое патрулирование. На создание этой стратегической системы страна затратила огромные ресурсы. Многие из товаров народного потребления попали в разряд дефицитных. В то время у женщин большим спросом пользовались капроновые изделия. Их выпуск был налажен на химических предприятиях. В этот день все знали завершена личная пятилетка Тамары Николаевны Грузиной. Тамара Николаевна оператор производства капрон Курского объединения в химволокну. Дерегат 25-го съезда партии выполнила свой пятилетний план. А за оставшиеся два года будет дано стране еще 352 тонны гордной нити. Вскоре капрон неожиданно исчез с прилавков магазинов. В это трудно поверить, но остро-дефицитное сырье необходимое при производстве синтетических тканей в огромном количестве уходило на обмотку корпусов морских стратегических ракет. На редких кадрах кинохроники вы впервые видите этот сложный технологический процесс. Несмотря на успехи Виктор Макеев был по-прежнему убежден, что паритета с американским комплексом Трайден можно было достичь с меньшей затраты. Мяская КБ продолжала работы над ракетами на жидком топливе. Самая уникальная из макеевских ракет стала Р-29РМ. Создавая эту чудо ракету в инициативном порядке КБ сохранила для России жидкотопливное морское ракетостроение. Ее характеристики эксклюзивны и по сей день. При стартовой массе 40 тонн она может донести до цели 10 боевых блоков с таким же весом как американская Трайден-2. Но последняя на треть тяжелее. Свой полет по гибким траекториям ракета корректирует по звездам и по навигационным спутникам. Поэтому боеголовки наводятся на цели с повышенной точностью. Ракетный старт возможен даже с Северного полюса. Производство модернизированного образца этой ракеты получившей поэтическое название «Синева» сегодня возобновили на Красноярском машиностроительном заводе. Р-29РМ стала последней ракетой, разработанной под руководством лауреата Ленинской и трех государственных премий академика Макеева. По трагическому стечению обстоятельств 25 октября 1985 года в свой 61-й день рождения Виктор Петрович умер. Но сбоя в работе коллектива, который возглавил Игорь Величко, не произошло. Уже в июле 87-го в районе Северного полюса с модернизированного подводного крейсера 667-го проекта была запущена новая ракета. Этот эпизод еще раз напомнил подводникам о чрезвычайной опасности плавания в Арктике. И конструкторы создали твердотопливную ракету будущего с подводным стартом, способную стрелять сквозь ледовый панцирь. Так называемая БАРК. Это была ракета просто уникальная по этим вот параметрам и по дальности и по мощности. Она несравнимо превосходила ракету Р-39. А габариты ее оставались такие же. В эту ракету Игорь Величко и назначенный в 1998 году генеральным конструктором Владимир Дегтярь вложили все идеи, унаследованные от своего учителя Виктора Макеева. Однако в конце 90-х работы над практически готовым комплексом морского стратегического оружия БАРК были прекращены. Строившийся под него подводный крейсер Юрий Долгорукий стали переделывать под ракету другого КБ. К сожалению, он до сих пор не в строю, хотя задумывался как родоначальник атомных ракетоносцев России 21-го века. Чтобы выжить, уникальный морской ракетный центр имени Макеева был вынужден искать партнеров для коммерческих запусков за рубежом. Был период, когда идея все вложить в РВСН при определенном руководстве была невероятно сильна. Были настроения уйти от трехкомпонентной структуры наших стратегических ядерных сил. Мне приходилось активно бороться против этого. Тем не менее, за прошедшее время перестало существовать и группировка шести сверхмощных ракетоносцев типа Тайфун. Из 61 атомохода с баллистическими ракетами к строю осталось всего 8. В начале третьего тысячелетия морская составляющая ядерной триады России оказалась на грани исчезновения. Восполнить потери смогли только ракеты созданные в Миасе. КП Макеева стояло у истоков создания морского ракетного нашего щита. Накопило огромный научный потенциал, традиции разработки, перспективы развития этого вида оружия. На него только и надо рассчитывать, и укреплять, и способствовать этому делу, а не выдумывать что-то новое. Закономерно, что президент России Владимир Путин недавно подписал указ о принятии на вооружении военно-морского флота ракетного комплекса «Синева», разработанного государственным ракетным центром КБ имени академика Макеева. 9 сентября 2006 года в районе Северного полюса разведывательные спутники США зафиксировали старт стратегической ракеты с борта российской подводной лодки. Неожиданно для руководства Пентагона пуск был произведен не в сторону Камчатки, как обычно, а в противоположном направлении. Стрельбу ракеты Р-29РМ по полигону, расположенному в Архангельской области, выполнил атомный подводный крейсер К-84 Екатеринбург. На следующий день в тот же квадрат из аквадории Тихого океана успешно нанесла ракетный удар подводная лодка стратегического назначения Святой Георгий Бобиноносец. Упали, ну, прошло, наверное, секунд 10 или 15, после времени старта, и мы увидели устойчивую картинку на экране монитора. Это, конечно, ну, я не знаю, какой-то всплеск эмоций был, а тут же объявили по всему кораблю, по радио, что мы видим ракету, мы ее сопровождаем, все на самом деле закричали «Ура!» Ну, я тут почувствовал гордость за предприятие. Морские пуски наглядно продемонстрировали, что в случае размещения американских систем ПРО в Чехии и Польше они могут попасть под прицел ядерных сил России и США. Сохранение мира зависит от коллективных усилий всех государств. 2 марта 2007 года. Министерство энергетики США впервые за последние 20 лет объявило о начале работы над новой водородной бомбой. Стоимость программы составит десятки миллиардов долларов. Она предназначена для 18 подлодок с ракетным комплексом «Трайден». Боекомплекта одной такой субмарины достаточно для того, чтобы уничтожить до 50 миллионов человек. В этих условиях Россия не может оставаться безучастной. Мы делаем ракеты, предполагая, что есть вероятный противник. Так вот, до экватора мы с Северной полюси все обстреливаем. Сегодня конструкторам государственного ракетного центра КБ имени академика Макеева удалось продлить боевую готовность оружия кораблей проекта 667 БДРМ до 2016 года. Продолжается глубокая модернизация ракеты «Синева». По простоте использования и безопасности она не будет уступать твердотопливным образцам. У нас сил достаточно для того, чтобы выполнять ту задачу, которая перед ними стоит, это сдерживание потенциального агрессора. Угрозу ядерной катастрофы можно нейтрализовать только сохраняя баланс сил. Выдающийся советский ученый Лев Ландау говорил, физики оказали человечеству огромную услугу. Они изобрели оружие столь страшное, что война оказалась невозможной. У истоков отечественного ракетостроения стояло и ракеты которого вот уже 60 лет являются одним из важнейших сдерживающих факторов для любого потенциального агрессора. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова